Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна, и у нас с вами Мулбанк. У меня сегодня что? Гречка с тушеным мясом, гуляш. Я потушила свинину, огурчики свежие. И здесь у меня, конечно же, как же без сосисок или колбаски, поджаренные кусочки колбасы. И вот такие вот, короче говоря, баклажаны с овощами. Купила я в Чижике, сейчас расскажу всем, кто собирается есть. Кушать приятного аппетита. Давайте это делать вместе. В общем, баклажаны. В банке на закрутке... Ой, опять кислоган. Фирма Гринова купила в Чижике. По составу там морковь, кабачки, лук, баклажаны. Все, больше ничего. Ну, такая уксусина опять. Ну и вроде как еще томаты, да. Но опять уксусно. Опять уксусно. У них вся вот эта продукция. В банках на закрутках, что я пробовала капусту. Квашеную. Она уксусная была. Огурчики тоже прям такие. И вот эти вот овощи. Ну, нет, вкусно. Как я соскучилась по овощному рагу. По летнему овощному рагу именно. Которое мы готовим. Из домашних. Ну и не только из домашних овощей. И фруктов, хотела сказать. Мясо вкусно получилось. Я не стала добавлять томатную пасту. Обычно я тушу, добавляя томатную пасту в мясо. В этот раз не стала. Много-много лука. Очень, очень много-много. Очень много-много лука. Там у меня прям, я люблю лук. Куча снятина. У нас очень классная погода. Просто. Я рада, что у нас сейчас каникулы. И поэтому мы наслаждаемся прекрасной погодой. У нас было плюс 15. Ну, блин, опять ветер. Немножко кетчупа. Опять ветер. Знаете, ветер все-таки еще холодный. Все-таки еще холодный. Но в любом случае радует. Не знаете, мне кажется, ложкой будет удобнее есть. На самом деле. Эту гречку, а то она рассыпается. Вкусно. Сейчас опять мне по поводу приборов начнут писать. Возьми нормальную ложку. Что у тебя нет? Нормальной ложки? Нету. Вышлите мне, пожалуйста, побочья. Нормальные столовые приборы. Уже рассказывали многие, не только я, что мукбангеры едят пластиковыми приборами. Потому что, ну, они не так сильно. Да? Когда вилкой громко, да? Вот вилка, к слову сказать, нормальная. Поэтому стараемся есть пластиковыми, деревянными. Ну, что касается вилки, вот мне лично неудобно вилкой есть. Ни деревянной, ни пластиковой. Поэтому вилку я использую обычную. Так, колбасочка. Красота! Знаете, что забыла? Лук репчатый. Хотела еще лука, но забыла. Вкусно. Ну вот. Кто будет смотреть гречку? Гречку мне интересно смотреть. Без сосисок, да? Как это вкусно. Все хорошо. А угреновы, ну, слишком уксусно. Ну, прям перспективы были хорошие. Нет, переспечить можно. Знаете, надо было разогреть. Угу. И был бы такой летний вариант. Ну, что, уже скоро лето. Скоро будем сами все готовить. Уже придают кабачки, но они еще пока дорогие. Но скоро будут дешеветь. И сегодня аж с двумя писюрками, с приветами накопились. В общем, в первую очередь я хочу передать привет и поздравить с днем рождения. Сегодня же 27-ое. Я просто что-то с этими каникулами как немножко запуталась. Да, вроде бы 27-ое. Если я неправильно произнесу, я сразу прошу прощения. Я вам хочу поздравить с днем рождения. Маликохон Зикрулоеву. Маликохон. Малико, можно я сокращу? Ну, скажу, поздравляю тебя с днем рождения. Передаю тебе огромный привет. Желаю, самое главное, здоровья, счастья, всего-всего самого-самого наилучшего. Обнимашки, целовашки, конечно. Ми-ми-ми. Спасибо большое, что смотришь, комментируешь. Всего-всего-всего. Самого-самого классного. Далее я хочу передать приветы. Приветы моим любимым зрителям, моим любимым подписчикам. Сегодня у меня... Поле чудес или как там? А, нет, на поле чудеса не томатия. Все теперь пляшут, поют. А я приветы передаю. Ну, что, кстати, многие меня поддержали. В том, чтобы зачитывать разного рода комментарии. Поэтому обязательно на моем канале будет такая рубрика. Буду иногда... Не иногда, а может быть даже... Что-то зачитывать. Будем ржать вместе. М-м-м-м, вкусно. Итак... Я передаю привет Димасику. Дима, ми просит передать привет Димасику. Не знаю, сам себе он просит передать привет или нет, но... Сам факт. Димасику, ему 12 лет. Большой приветик. Спасибо большое, что смотришь, комментируешь. Почти каждый мой ролик. Целовашки, обнимашки и, конечно, ми-ми-ми. Также я передаю приветик Марине Устроверковой. Мариночку, большое тебе... Правильно, уже все читаю. Большой тебе приветик. Спасибо огромное. Словашки, обнимашки за то, что смотришь, комментируешь, пишешь. Также я передаю привет. В Забайкальске поселок Агинское. Если ударение правильно, неправильно написано, прошу прощения. Семье Рады Кац. Так что большой привет семье Рады Кац из поселка Агинское. Забайкальский поселок. Также, также, привет Эльвире Карел. Наверное, правильно или если неправильно? Поправь меня. В общем, у Дверочка, большой тебе приветик. И огромный, и отдельный привет твоему мужу Сереже. Мужу Сереже и Эльвире, большой вам привет. Спасибо большое, что смотрите, комментируете. И вообще всем-всем-всем-всем большое спасибо, что смотрите мой канал. Комментируете. Адекватно тебе все-таки, как я уже говорила, больше на самом деле. Поэтому всем спасибо, что вы у меня есть, а я у вас. Также Виталику, моему любимому, дорогому. Как всегда. Целовашки. Обнимашки. И, конечно, ми-ми-ми. Даже не верится, что на улице практически нет снега. Ну, я имею в виду, что он ставил практически весь. Друзья мои, я так не елась. Поэтому я, наверное, больше не буду. Огурчики доем. И все. Сегодня все очень быстро и очень вкусно. Ну, что, мы сейчас пойдем еще на улицу. Время у нас уже сколько? Я опять вечером ела. 18.25. Мы сейчас пойдем гулять. Видите, я уже стихами заговорила. 18.25. Татьяночка идет гулять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Подведите, чтобы всегда быть в курсе, когда мне уходит. Новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые макбанги. Всем приятного аппетита. Приятного просмотра. Всем спасибо. Ваша Яна. Всем пока-пока.